Всем привет! В эфире канал ОТС «Мировые новости» с обзором последних событий из разных уголков мира. Вас познакомлю я, Ксения Петренко. Смотрите в этом выпуске. Словакия открыли охоту на медведя, который напал и едва не задрал пятерых человек, в том числе детей. 22 человека погибли при попытке нелегально попасть в Турцию морем на небольших лодках. Австралийский миллиардер всерьез намерен построить копию «Титаника» и отправить судно в круиз. Когда это случится? Стрельба в США, нападение медведя в Словакии и столкновение поездов в Индии. Об этом и многом другом в следующей рубрике. Один человек погиб и еще несколько ранены в результате очередного случая массовой стрельбы, произошедшей в США. По данным местной прессы, трагедия произошла в штате Флорида в городе Джексон-Вилли-Вич. Стрельбой завершилась вечеринка в честь празднования Дня Святого Патрика. Огонь из пистолета неизвестный открыл в самом центре города поздно вечером, когда на улице было достаточно местных жителей. Радовавшихся теплым весенним денькам, пока доподлинно неизвестно, что было мотивом преступления и как жертва и двое раненых были связаны между собой. Не исключено, считают полицейские, что пострадавшие незнакомы, а значит, стражи порядка имеют дело не с местью, а с новым вопиющим случаем насилия с использованием огнестрельного оружия. Добавлю, что в этом году в США резко возросло количество преступлений, в которых фигурируют пистолеты, винтовки и автоматы. Выросло и число жертв и пострадавших. Четверо иностранных студентов пострадали в результате нападения на них группы агрессивных мужчин в одном из индийских штатов накануне. Как сообщает Калинга ТВ, причина такого странного поступка, доносившаяся из университета Гуджарата молитвы в честь Рамадана. Дюжина мужчин ворвалась в студенческое общежитие, выразила недовольство отправлением религиозного культа, а именно исламской молитвой. После чего потребовали прекратить это действие, но увидев неповиновение, пустили в ход кулаки, ножи и палки. Пострадали не только проповедующие ислам студенты, в частности из Афганистана, но и их комнаты. Свирепые гости погромили все в общежитии, где вынужденно из-за отсутствия мечети отправляли культ ребята. Пострадали их сотовые телефоны и компьютеры, а также велосипеды и мотоциклы. На место вызвали полицию. Еще пять человек пострадали в результате зверского нападения в Словакии. Но ранение причинил не человек, а медведь. Инцидент произошел в небольшом городке с численностью всего 33 тысячи человек. В числе тех, кто будет длительное время лечить укусы и глубокие царапины, двое мужчин, две женщины и 10-летний ребенок. Одна из жертв едва не потеряла глаз от такого нападения. Известно, что косолапый вышел в город из леса и заблудился в жилых районах. Либо чувство опасности, либо голода побудили животное напасть на людей. В итоге власти выдали разрешение на отстрел медведя. Сейчас косолапого ищут. И вновь перенесемся в Индию, где накануне в результате столкновения в Раджастане с рельсов сошел экспресс Сабарматиагра. Сильно пострадали локомотив и еще три вагона. Прибывшие на место спасатели эвакуировали пассажиров экспресса. О жертвах крушения не сообщается. Зато известно о нескольких пострадавших. Также утверждается, что степень тяжести полученных травм не сильная. Чиновники от транспортной отрасли страны сообщают, водитель попытался применить экстренное торможение. Как только обнаружил угрозу, но тормозной путь оказался слишком длинным. Сейчас точные причины произошедшего устанавливают профильные ведомства, а железнодорожники восстанавливают пути. Продолжают рубрику происшествий новость о гибели мигрантов у берегов Турции. Нелегалы, как это обычно, принято максимально дешево и с риском для жизни и здоровья совершали опасное путешествие. Цель которого – легализоваться в Европе через Турецкую республику. Но добраться до суши смогли не все, в числе жертв есть и малыши. Резиновая лодка с мигрантами затонула в Эгейском море у берегов Турции. Сообщают по меньшей мере о 22 погибших. Среди них семеро детей, в том числе младенцы. Люди пытались добраться до греческого острова Самотрак. Лодка потерпела крушение ночью у берегов турецкой северо-западной провинции Чанаккале, недалеко от острова Гикчаада. Известно об этом стало только утром. По данным администрации губернатора Чанаккале, двоих человек спасла береговая охрана. Ещё двое сумели выбраться на берег самостоятельно. Сколько именно мигрантов находилось в лодке, пока неизвестно. Какой они были национальности, также не сообщают. Поисково-спасательные работы продолжаются. Задействовано 18 спасательных катеров, два вертолёта, самолёт и беспилотник. Напомним, на прошлой неделе на пути из Ливии в Италию предположительно погибли 60 мигрантов. Люди также плыли на резиновой лодке. Причём, по предварительным данным, умерли они не в результате крушения, а от голода и обезвоживания. 25 человек удалось спасти. Средиземноморский миграционный маршрут считается самым опасным в мире. В прошлом году на нём погибло около трёх тысяч человек. Такие данные приводит Международная организация по миграции. К другим темам. Около трёх с половиной тысяч человек пришлось эвакуировать китайским спасателям и военным в провинции Су Цуань из-за страшного лесного пожара. Накануне в мировых новостях мы уже рассказывали о распространении пламени по лесам региона и о том, какие населённым пунктам он угрожает. Но за сутки ситуация изменилась только в худшую сторону. Как сообщает местный противопожарный штаб, информации о жертвах и пострадавших пока не поступало. Десять с половиной миллионов нигерийских детей не ходят в школу. И не потому, что нет приспособленных или подходящих для этого зданий и кадров, а в страхе. И боятся они не плохих отметок успеваемости не учителя, а бандитов. Проблемы с безопасностью стали бичом страны, которая сейчас изнывает, например, от похищения детей. Детали у моих коллег. Когда в 2021 году похитили 13-летнюю дочь нигерейки Эстер, женщина чуть не сошла с ума от горя. Говорит, что девочка до сих пор страдает от панических атак. «Иногда она вскакивает ночью и бежит меня обнять. Кажется, страх немного утих, но она нервничает при любом громком звуке. Если я кричу на неё, она пугается. Это потому, что они стреляли и так обращались с ними. Она всё ещё напугана». Экономика Нигерии ухудшается, а уровень бедности растёт. В итоге похищения стали почти повседневным явлением. Впервые этим занялась джихадистская группировка «Боку-Харам» 10 лет назад. С тех пор эту тактику переняли преступные группировки без идеологической принадлежности. Они просто требуют у родственников выкуп. И власти, похоже, не в состоянии их остановить. 7 марта в штате Кандуна боевики похитили 286 учеников и сотрудников одной школы. За их освобождение потребовали выкуп более 620 тысяч долларов США. Между тем, 11 марта в том же штате похитили ещё около 60 человек. Это повергает людей в большие долги. Часто они вынуждены продавать ценные имущества, землю, скот и зерно. Преши свернули, поскольку мать продала всё, что у неё было, и одолжила деньги у родственников. Часть собрала местная церковь. При этом многие жертвы похищений бросают учёбу после освобождения из-за страха, что их могут снова похитить. По оценкам ЮНИСЕФ, по меньшей мере, 10,5 миллионов нигерийских детей не посещают школы из-за проблем с безопасностью. Это самый высокий показатель в мире. Жительница Соединённых Штатов Америки оказалась почти наполовину собакой. Нет, речь не о характере и поведении, а о генетическом наборе, который якобы говорит о том, что исследуемая пациентка на 40% – аляскинский маламут. Такой вывод сделали эксперты по результатам ДНК-теста. Канадские специалисты имеют свои лаборатории, и местные журналисты решили проверить, не обманывают ли они рядовых граждан. Для этого журналистка отправила в компанию образец слюны, чтобы по ней сделали расклад. Но на самом деле исследователям в руки попала слюна собаки. Опыт не удался. Выяснилось, что, судя по биологической жидкости, женщина на 40% является аляскинским маламутом, на 35% – шарпеем и на 25% – лабрадором. Иными словами, в лаборатории не обманули. Нет худа без добра, поскольку именно так зовут неравнодушную жительницу Туниса, которая на протяжении десятилетий помогает бездомным животным. Сейчас с нею проживают 400 кошек и два десятка собак. Чем такая эмпатия обернулась для нее в личной жизни, расскажут мои коллеги. Жительница Туниса Худа-Бушахда каждый день окружена любовью сотен животных. В двухэтажном доме, который она арендует в Хамамете, живут 400 кошек и 22 собаки. Все были бездомными. Я стараюсь дать им то, чего у них не было на улице – безопасность, еду, тепло и чистую воду. Худа начала спасать животных больше 10 лет назад. Подбирает на улице больных и покалеченных кошек. Родственники стали ее осуждать. Женщина арендовала дом и живет отдельно. Говорит, что не может остаться равнодушной, когда видит, что животному нужна помощь. Со временем питомцев стало очень много. Это я живу с ними, а не они со мной. Они захватили весь дом. Даже в моей комнате наверху есть кошки. В кухне тоже, во всем доме. Женщине пришлось оставить работу, чтобы заботиться о подопечных. Некоторых кошек-инвалидов надо кормить самой. Других хлопот тоже много. Сколько бы я ни сделала для них, всё равно чувствую, что делу недостаточно. Я всегда прошу у них прощения. Говорю им, простите меня, это правда. Содержать животных Худи помогают некоторые ассоциации, а также просто сердобольные люди, включая владельцев дома. Но денег всё равно не хватает. Например, за лечение у ветеринара платить нечем. Худа говорит, что хочет спасти всех бездомных кошек в Тунисе, которые больны или ранены. Но пока не может брать новых питомцев. Она говорит, что для безработного человека приют – непосильная ноша. Надеется, что у неё будет больше спонсоров. Три, а лучше всего, конечно, пять звёздочек смогут поставить скафандром и роботом, предназначенным для марсианских миссий, и которые решили испытать не где-нибудь, а в Армении. Выбрали страну не случайно, а из-за рельефа, напоминающего топографию Марса. Шестеро исследователей, две женщины и четверо мужчин проведут несколько недель в изоляции. Проводят исследования сотрудники немецкого университета при участии Австралийского космического форума и Армянского космического агентства. Известно, что участники испытаний будут поддерживать связь со специальной станцией. Чтобы условия были похожи на марсианские, ответы на каждое сообщение будут приходить не раньше, чем через минут десять. Организаторы такого испытания уверены, что в будущем их исследования помогут тем, кто будет открывать Красную планету. И напоследок. Угольный магнат из Австралии Клайв Палмер возобновит работы по созданию копии Титаника. На днях он раскрыл свои планы, обозначив даже даты окончания проекта – 2027 год. Известно, что строительством лайнера займется компания-миллиардера Blue Star Line. В длину корабль будет достигать 269 метров. Как и сам «Титаник», вместимость судна составит 2300 пассажиров. Правда, некоторые характеристики судна все равно изменят во имя безопасности. К примеру, увеличится вместимость шлюпок. Каждая будет рассчитана на четверть тысячи человек. Создать лайнер миллиардер намеревался в 2012 году. Но реализация проекта все время откладывалась по разным причинам. Потом началась пандемия коронавируса, а следом – спад туристической активности. На этом у меня все новости. Желаю вам хорошего настроения. С вами была Ксения Петренко. Смотрите нас в YouTube и Telegram-каналах. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok